Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области получило предписание правительства о мониторинге оптовых и розничных торговых предприятий. Дополнительный контроль установлен за ценами на продукты питания и связан с ответными мерами нашей страны на введение западом экономических санкций. Федеральная антимонопольная служба России получила список групп товаров, по которым нужно вести дополнительное наблюдение за ценами. То, что касается перечня товаров, которые необходимо мониторить, они, конечно, исходят из той группы товаров, которые запрещены на сегодня к возу на территории Брянской области и соответствующих стран. Ну и в первую очередь это говядина. Вот мы будем мониторить, кроме бескостного мяса, свинина, кроме бескостного мяса, куры, кроме куриных окорочков, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, молоко питьевое, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки. Вот это 11 позиций, по которым будет осуществляться мониторинг оптово-отпускных цен. В Брянской области под контроль антимонопольного агентства попадают только предприятия о переработке молока. Здесь получается две группы субъектов, которые подлежат мониторингу. Первая группа – это хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение в производстве и в оптовой торговле. То есть это контроль оптово-отпускных цен, то есть производители. Здесь попадает категория и у нас на территории Брянской области, в первую очередь, наши молочные предприятия, потому что занимают доминирующее положение на рынке определенного товара наши молочники. Всего по Брянской области ФАС намерена проводить мониторинг цен на 17 молочных комбинатах. На сегодня подготовлены и уже отправлены молочным комбинатом запросы о проведении еженедельного мониторинга Брянским ФАС России на цены на молоко питьевое. С 18 июля им поставлена в обязанность представлять такого рода информацию. И в случае, если повышение цен будет более 5%, антимонопольным органам будет необходимо представить пояснение, почему такая увеличилась цена на 5 и более процентов, и соответственно будут приниматься меры антимонопольного реагирования. Вторая группа, попадающая под дополнительный мониторинг ФАС – это розничные торговые сети. В случае поступления жалоб на действие розничных цен по повышению цены, опять-таки, более чем на 5% будет проводиться контрольное мероприятие в отношении розничных сетей. В случае поступления жалоб. Письма также подготовлены сегодня на сетевые организации о том, чтобы в случае повышения оптово-отпускных цен, и в случае повышения розничных цен, информация представлялась в антимонопольный орган. И также мы будем мониторить и по повышению от них информации, и по поступлению жалоб в антимонопольный орган. Тоже, соответственно, будут приниматься меры антимонопольного реагирования. О резком повышении оптовых и розничных цен на заявленные продовольственные товары можно сообщать по телефону 64 76 56. Это номер управления ФАС по Брянской области. После проведения экстренной проверки нарушители будут наказаны через штрафные санкции.